Девушки отдыхают Проекты, над которыми работают в этот день, принесут позитивный результат В домашней обстановке также этот день, именно этот день недели, благоприятен для различных дел Но главное условие – проявлять спокойствие и неторопливость И тогда все намеченные планы будут реализовываться без помех Говорят, что среда обостряет чувства и наблюдательность Каждые дела и поступки запоминаются надолго Люди способны сохранять в памяти даже малейшие детали, которые произошли в этот день Запоминаю вас Да, но важно прислушиваться к чувствам и советам других людей Это поможет правильно выбрать направление, по которому придется двигаться до конца недели Если удастся найти общий баланс, то повезет Повезет! Повезет! Ой, как повезет! Найти точки соприкосновения В третий день недели прекрасно получается готовить новое блюдо Можно разрабатывать собственные рецепты и заниматься приготовлением еды Выпечка притягивает в дом достаток и благополучие Поэтому рекомендуем в этот день печь добу и хлеб Да, ну и конечно этот день, да и любой другой, прекрасно подходит для прогулок по родному городу И давайте сейчас отправимся в мини-путешествие Узнаем историю одного старого жилого комплекса под названием «Три богатыря» Доброе утро! Мы стоим по проспекту Достак перед памятником Жамбулу А за нашими спинами просирается массивный жилой комплекс «Три богатыря» Историю которого мы узнаем далее Жилой комплекс «Три богатыря» был построен в 1971 году Получается, находится он по адресу Достык-44 Был вдохновлен архитекторами после просмотра японской архитектуры Строительство здания происходило с 1967 по 1970 год Была группа авторов В них ходили Петров, Петрова, Джакипова, ну и несколько других архитекторов 12-этажный жилой комплекс изначально спроектирован в стиле конструктивизм советского авангарда Но характерные строгость и резкость форм сменились разнообразно фасадам Где каждый из балконов выполнен на вкус жильца Само здание, получается, состоит из трех башен С собой они связаны только смежными квартирами В каждом подъезде есть свой лифт На первых этажах расположены общественные пространства Раньше здесь находился кинотеатр «Искра» и музей истории Алматы По рассказам жителей, в былые времена они собирались на крыше И смотрели салюты одной большой компании Наш отдел, Кюлаб, отдел социального проектирования Мы относимся к Алматы Генплану Проводил исследование летом 2023 года Мы выяснили, что из этих 137 квартир Вообще их потребности Как бы они хотели видеть этот ремонт И совместно мы выявили такие решения, как эксплуатируемая кровля Двойной фасад, наружный лифт Это вот именно решения, которые архитекторы наши и жители Решили заложить в технические задания для будущего проектирования Из-за расположения в центре Алматы администрация города настроена на улучшение внешнего облика зданий И его внутренних технических качествах Одно из решений по фасаду Это сделать такой двойной фасад Чтобы жители, то что они сделали Осталось у них эти стеклопакеты Какие-то конструктивные решения Чтобы мы их не трогали А сделали такой второй фасад красивый Ну и второе решение Это сделать эксплуатируемую кровлю Сделать может там какую-то оранжерею Или каворкинг Или какое-то общественное пространство для жителей Так как у них, я повторюсь, не было Нету своего двора И для них это тоже проблема Согласно исследованию, более 95% жителей ЖКТ или Богатыря За реконструкцию здания Также они выразили желание сделать ремонт внутренних помещений Коммуникаций Так как практически с 70-го года Здание ни разу не подвергалось ремонту Совместно со студентами архитектурного института КАСГАСА Был проведен семинар Творческий поиск в решении фасада 30 студентов участвовали Несколько работ были нами отмечены Идеи, которые были заложены в этих работах Мы будем использовать при реконструкции У меня в руках билет на балет Да И если вы будете очень внимательно смотреть наш эфир Я думаю, наши, те самые, которые всегда, всегда с утра начинают день именно с нас Да, имеют хорошую привычку начинать день с Антосу Хорошая привычка, действительно, да И потом день вообще замечательный Вот, в общем, смотрите эфир внимательно Чуть позже мы разыграем О чем, значит, это будет та самая снежная королева Если вы вчера были у нас в гостях, смотрели, да Вот телевизор вместе с нами Соответственно, вы видели тех, кто играет главные роли Ту самую снежную королеву, она нереальная Так вот, мы разыгрываем билет Который будет в национальном Билет на балет Который состоится 16 декабря Здесь в билете можно сразу два человека Прийти, да, на две персоны В Национальном русском театре драмы имени Лермонтова Будет очень красиво Можно приходить с детками В общем, просто смотрите чуть-чуть внимательнее Внимательнее, чем обычно Мы чуть позже разыграем обязательно этот билет Ну, а мы уже готовы встретиться с нашей первой гостьей У нас в студии главный специалист Департамента организации выплат и информирования АО ЕНПФ Гульнур Агайдарова, друзья Погнали! Проходите Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Давайте порисаживайтесь Проходите, пожалуйста И так, наверное, волнуетесь, да? Или нет? Отлично Но не любите по утрам, да, сильно активничать? Работа начинается с утра Да, и вообще вы человек серьезный. Ну, мы вас поздравляем с наступившим Новым Годом. Спасибо вам, Саня. Как вы отметили Новый Год, как встретили, хорошо, замечательно. Вот сейчас во всех, ну, я лично очень часто сижу в Инстаграме, во всех Инстаграмах сейчас очень часто вот у меня всплывает, как вот попасть в Национальный фонд детям, Национальный фонд детям, что-то, что-то это. Так что это? И какие дети, дети какого возраста, с какого года могут попасть в этот фонд? Да, проект Национальный фонд детям, да, так называется? Да, проект, да. Это уже программа Национальный фонд, так как она уже вступила в силу с 1 января 2024 года. То есть с 1 января текущего года по поручению главы государства стартовала программа Национальный фонд детям. То есть 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан средства будут распределяться между детьми, недостигшим до 18 лет. То есть казахстанские дети. Основная цель данной программы – это поддержка молодого поколения и предоставить им возможность улучшить жилищные условия или оплатить обучение. Таким образом, средства Национального фонда распределяются, начисляются на несовершеннолетних детей до 18 лет, и они их могут использовать по достижении 18 лет на две цели. То есть на обучение, на оплату обучения или на покупку жилья. Единый накопительный пенсионный фонд определён оператором в рамках данной программы. Он ведёт учёт всех этих целевых требований, целевых накоплений и осуществляет выплаты на целевых накоплений. И вернёмся к вашему вопросу, да, кто является участниками. Участниками данной программы являются граждане Республики Казахстан, не достигшие 18 лет. Следовательно, лица, родившиеся с 2006 года, по 31 декабря 2023 года являются участниками данной программы, за исключением умерших лиц. А как происходит процесс включения ребёнка в проект? Чтобы ребёнок попал в базу получателей отчисления из Национального фонда, родителям, детей, никуда обращаться не нужно. Собирать какие-либо документы нет необходимости. Открывать какие-либо специальные счета тоже не нужно, так как данный процесс полностью автоматизирован. Единый накопительный пенсионный фонд самостоятельно формирует электронный список несовершеннолетних лиц, получает сведения из государственной базы данных физические лица, и счета будут открываться автоматически. И данный счет можно будет проверить родителям не ранее 1 февраля 2024 года на сайте ЕНПФ, а также на портале электронного правительства, в личном кабинете, где раздел «Сведения о детях». Просто в декабре, особенно такой кипиш был, я помню, в Инстаграме. Если вы не успеете до конца декабря 2023 года что-то там сделать, то ваш ребёнок не попадёт в эти списки? Нет. Работы в эти рамках уже проводились и дальше ведутся, так как на январь месяц уже запланирован ряд мероприятий, ещё ведётся работа, так как где-то приблизительно в середине января ЕНПФ будет формировать электронный список. Электронный список, то есть нам нужно определить количество участников. Это по состоянию на 31 декабря родившийся ребёнок попадает. Также бывают дети, которые поменяли гражданство Республики Залстан или утратили, они выбывают из этого списка. То есть полностью, когда необходимо сначала определить список несовершеннолетних лиц. Это у нас произойдёт где-то в середине января. А потом будут начисляться средства, то есть ввести расчёт средств и на основании суммы, которую мы получим из Национального банка. То есть торопиться не нужно, паниковать, переживать тоже нет необходимости, поэтому всё прозрачно и доступно. И не ранее 1 февраля 2024 года родители могут, им будет доступна, реализована доступность этих средств. И они могут его просмотреть. А вот знаете, есть такая, не секрет, конечно, что есть дети, рождённые, которые без документов, кстати, без свидетельства о рождении, и официально, которые не зарегистрированы. Есть же такое, да? И вот что делать в таком случае? Родителям таких детей, что мы рекомендуем? В первую очередь надо получить документы, удостоверяющие личность. Это свидетельство о рождении, а 16 лет – это удостоверение личности гражданин Республики Казахстана. Чтобы получить данный документ, необходимо обратиться в государственную корпорацию по месту проживания, то есть СОН. И необходимо проверить основные реквизиты, правильно ли и корректно ли они оформлены. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИИН и гражданство. То есть если не установлено или некорректно установлено гражданство, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания. Я почему акцентирую на гражданство? Потому что это главные условия. Участниками являются граждане Республики Казахстан. А если ребенок родился в Казахстане, но вот проживает за рубежом, такое как? Ребенок родился в Казахстане, но проживает за границей, но при этом он не меняет гражданство, не получает гражданство другой страны, он остается гражданином Казахстана. То есть условия требований выполнены. Он гражданин Казахстана, не достигший 18 лет, он участвует в этой программе. То есть никакой специальный счет открывать не надо, все автоматизировано. Все автоматизировано. Соответственно, дети, которые родились уже с 1 января 2024 года, не попадают под этот проект. Я думаю, для них тоже что-то. Которые родились, рождаются в 2024 году. Для них, я думаю, что-то тоже придумают. И не знаете, есть ли в планах что-то? А то, мне кажется, очень многие женщины, представляешь, у них ПДР, то есть предварительная дата родов стоит где-то на 1 января 2024. А вдруг кто-то... Они уже достигли 18 лет, во-первых, да? И в этот список попадает только постоянно на 31 декабря 2023 года. Которые достигли. Скажите, а родители могут использовать деньги фонда? Или вот они используют только тогда, когда ребенку исполнится 18 лет? Да, во-первых, не родители могут его использовать. В ней все средства начисляются на счета детей до совершеннолетия, до 18 лет. По достижении 18 лет получатель, то есть сам ребенок, может его использовать на две цели. В целях улучшения жилищных условий или оплаты обучения. Теперь, дети, которые поменяли гражданство, выехали за пределы Республики Казахстан, утратили гражданство Республики Казахстан, они не теряют право использования этих средств. Они выбывают из этого списка. Когда по достижении 18 лет в ЕНПФ открывается целевой накопительный счет, туда зачисляются средства из национального фонда. И он может их использовать по своему усмотрению, для оплаты или для покупки. И если в течение 10 лет отсутствует обращение ребенка, после достижения 18 лет, в течение 10 лет он не обращается и не использует эти средства, тогда эти средства переводятся на индивидуальный пенсионный счет ребенка для учета добровольных пенсионных взносов. Здорово. То есть они не теряются, они зачисляются на добровольные. А зачисляются всем детям одинаково? Зачисляются всем, распределяются между детьми. А есть какая-то уже установившаяся сумма в год? Вообще в целом порядок работы этой программы давайте разберем. Мы сказали, что детям распределяется в равных долях 50% от инвестиционного дохода национального фонда. Это усредненный за 18 лет инвестиционный доход. То есть здесь не берется один год или два года. Здесь берется инвестиционный доход за 18 лет, средний инвестиционный доход. И от этого среднего дохода 50% начисляется на детей. Когда он достигнет 18 лет, он может их использовать. В первую очередь что происходит? Первое. Национальный банк Республики Казахстан осуществляет расчет суммы 50% инвестиционного дохода. Так как активы национального фонда в управлении национального банка. И вот эти сведения, сведения о сумме, они направляются в ЕНПФ. То есть сведения о сумме мы получаем из национального банка. Это первое. Второе. Ежегодно единый накопительный пенсионный фонд формирует электронный список. То есть определяет количество участников. И на основании этих двух данных рассчитывается сумма на одного ребенка. То есть вот эта сумма, которую имеем мы, делится на количество участников и распределяется между детьми. То есть учет ведется в долларах США. Все эти средства инвестируются. На них начисляется инвестиционный доход. А когда он достигнет 18 лет, эти средства начисляются на счет ребенка. И они уже дальше не инвестируются. Он дальше их может уже использовать. То есть однозначно сказать, что на каждого ребенка какая сумма будет начислена, нельзя. Потому что это все зависит от объема этих активов фонда. Это по результатам исторической доходности, то есть 18 лет, да, и по количеству детей. То есть этот список обновляется ежегодно. Сумма, она ежегодно бывает разная. Почему список обновляется? Потому что у нас рождаются дети. Кто-то теряет гражданство, выезжает за границу. И да, они выбывают из этого списка. Этот список ежегодно будет обновляться. Ежегодно будет формироваться этот список. И также ежегодно мы будем получать из Национального банка сумму. Ещё может быть такой глупый вопрос, но как будто бы я не до конца поняла. Вот, например, ребёнку в 18 лет исполняется в 24 году уже. Соответственно, он получит меньше, чем те, которые за 18 лет накопят, грубо говоря. Кто-то родился, а вот, вот такой вот момент. Программа, она новая, да, только стартовала. И я согласна, что да, он достиг, достигает в этом году 18 лет. И он не успел накопить определённую иную сумму. А, накопительный фонд. Ну, конечно. То есть ему начисляются средства за 23 год. Поняла, поняла. То есть это ежегодно начисляется. Он может их использовать, например, для пополнения вклада в пассы банки. Эти средства можно использовать только через уполномоченные операторы, которыми выступают банки второго уровня. То есть они обращаются в уполномоченный оператор. На сегодняшний день у нас заключены соглашения о взаимодействии с пассы банком и с банком РБК. То есть они обращаются, открываются счёты долларов. И могут они его использовать, например, на пополнение вклада. Или оплатить обучение, например. Здорово, классно придумали. Почему вот когда я была до 18 лет, почему такого не придумал? Классно, на самом деле. Это, знаете, такой пинок, так сказать, стартап. Или говорят, как на ход ноги. Во, на ход ноги. Идеально. Классно придумали. Для 24 года, опять же, вот сейчас вот мамочки смотрят, да, которые вот только-только родили. Вы не знаете, да, есть ли в планах что-то такое для деток, которые уже рождаются с 24 года и далее? Нет, на них начисляются средства национального фонда. И они вот, если взять пример полный, да, от рождения до совершеннолетия, они накопят определённую сумму. И они могут его даже частично использовать, например. Часть могут использовать для оплаты обучения, а часть могут пополнить вклад, например, для жилищных услуг. А частичное изъятие денег возможно? Частичное, вот, если он накопил, давайте рассмотрим вариант от рождения до совершеннолетия. Ребёнок накопил определённую сумму. Сумму мы точно не можем определить, это зависит от объёма активов национального фонда, от результата доходности, да, как я уже говорила. И эти средства, вот он накопил иную сумму, определённую сумму, и часть он может использовать для оплаты обучения, а часть может пополнить, например, депозит в пасы банки для улучшения жилищного посудования. Ой, цифры, цифры, оказывается, я сейчас поняла, что до меня сегодня очень плохо доходит информация. Сегодня же такой творческий день, мы же говорили про среду, она изначально такая очень творческая. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Думаю, нашим зрителям больше понятно было сегодня, чем мне. Вот, мне непонятно, потому что всё, у меня сегодня творческая натура во мне проснулась. Вам спасибо большое. Но самое главное, это прекрасная инициатива, да, вообще здоровая для детей наших. Замечательная инициатива. Что будущее, это наши дети, да. Да, спасибо, что проинформировали, приходите ещё, потому что, возможно, у зрителей останутся вопросы, ну, и о таком нужно ещё говорить, да, чтобы вопросов не осталось. То есть, а то начнётся, всем будут звонить, а куда, а где счёт открывать? Да, переживать не нужно. Не ранее, не позднее 1 февраля будет реализовано. Список, да? Да, всё будет доступно, прозрачно, и на сайте ЕНПФ есть информация. Если нужна консультация, у нас есть 1418, колл-центр номер, можно получать консультацию и по телефону. Ну, спасибо, с нами была Бульнур Айгадарова, правильно? Да. Ой, какая я, у меня даже память, какая сегодня хорошая, творческая, да. Ну, а мы с вами увидимся сразу после рекламы, впереди много всего интересного, не переключайтесь. Ну что ж, мы же обещали, мы должны выполнять свои обещания. Обязательно, да. Если вы хотите пойти, у нас, в общем, билет на балет, я так люблю это повторять, билет на балет. Билет на две персоны. Вот, вам нужно ответить на вопрос. На вопрос. Какое событие произошло в этот день, 10 января в 2011 году? Для ценителей и поклонников классического казахстанского кино. Звоните в нашу студию по телефону 7-727-275-0102 на экранах. Да, думаю, сейчас активизируются все те, кто максимально творческий. А сегодня же действительно день-то творческий. Что-то сегодня прет творческое из меня. Я думаю, из тебя тоже ты просто еще не до конца прочитываешь. Среда, среда, потому что... Да, это самое, это самое. Ну, а я думаю, нам... Так хочется еще с Анелли Алдажановой поговорить. Да, 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 мы давно ее чуть не видели. Тем более у нее новости она нам приготовила. Да, может быть, мы с ней можем сейчас поговорить. И мы напрямую с ней сейчас в связи. Анелля, Алдажанова. Анелля, это самое Алдажанова. Привет! Привет, дорогая! Рада тебя видеть. Рада видеть тебя. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас на улице пасмурно, но несмотря на это, пахнет весной. Хотя как бы январь. Вчера я ехала, значит, с эфира домой, птички пели. Да, а трава-то кругом зеленая. В общем, у нас какое-то, да, состояние у всех, раздвоение. Да, да, вроде как бы январь и вроде бы максимально уже марш. А помните, звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. Я думала, что за абсурд? А как такое возможно? Такое бывает в январе, да, действительно, пахнет весной. Ливни хлещут упруга. И это не может не радовать, потому что, ну, я, например, человек, который любит больше вот такое вот весеннее время года. А, да, это по твоему заказу. Да, есть такое, да. Ты попросила там, да? Я же говорю, сегодня мой день, вот, и заказ принят, да. Я говорю, вселенная нас слышит, обязательно сегодня озвучивайте свои желания. А мое сегодня желание такое, я хочу от Анели услышать новость. Ух, да, я думаю, оно исполнится молниеносно. Давайте, я пришла с новостями Казахстана. Первое, это то, что видеоролик от департамента полиции города Алматы завирусился в сети. Стражи парового порядка занялись осведомлением жителей Казахстана о том, что нынешние аферисты притворяются родственниками, звонят по телефону. И они делают вид, что они родственники, которым срочно нужна помощь. И верить им и переводить деньги без проверки не стоит. Пожалуйста, будьте бдительны, все зрители. Да, кстати, вот вчера... У нас вчера был подполковник вообще. Да, крутой подполковник, который оперуполномоченный, все дела, вообще, 35-летний подполковник. Молодой. Да, молодой, горячий. Ну, надеюсь, Сережа это не слышит. А, да, давайте как раз послушаем. Мам, привет. Я быстро, я на работе. Мам, сейчас пенсионерам звонят мошенники. Говорят, что их дети, внуки, попали в ДТП. Вымогают деньги. Мам, не выполняете их требования? Кто это? Балан? У меня сына нет, у меня есть ее дочери. А, опа, извините. Я ошибся номером. Но все равно вам полезно знать. Я Даурен Мазаханов. Ай, даурен Мазаханов, какой вы молодец. Молодец, классный ролик. А еще бывает такое, что подделывают, вот вчерашний наш гость сказал, что подделывают голоса. По поводу нейросети, да. Да, нейросеть вообще сейчас творит чудеса и не всегда хорошие чудеса. Поэтому, если вдруг вам кто-то из ваших родственников звонит и говорит, что он в беде, плачет и так далее, вроде голос один в один, кладите трубку, перезванивайте этому родственнику и переспрашивайте. На всякий случай не попадайтесь на эти уловки. Это очень часто сейчас. Анеля, очень хорошая информация. Спасибо, что еще раз нам напомнила об этом. Какие еще новости? Кстати, вы смотрели новинку кино «Фильм «Достыр»?» Знаю, что, да, они у нас вчера тоже были, позавчера. Позавчера были в гостях. Мы еще не успели, мы вот, понимаешь, на работе. Но я знаю, что фильм рвет все рекорды кассовые. Расскажи, пожалуйста, нам подробнее. Фильм «Достыр» режиссера Хуанэша Бесека собрал более 1 миллиарда тенге всего лишь за неделю проката. Фильм ужасов побил рекорд, получив самый крупный в Казахстане кассовые сборы за такой короткий срок. На премьере фильма также побывали знаменитости из мира кино и музыки, инфлюенсеры онлайн. А также главные актеры Нурайжат Кирген и Ермек Шенбулатов получили большую похвалу за свою актерскую игру. Всем советую. Браво, браво, браво. Анеля, я просто фильм еще не смотрела, однозначно хочу сходить. Но если не ошибаюсь, суть фильма, когда девушка выходит замуж не по любви, а потому что надо, чтобы не опозорить рот, я так поняла, надругались над девушкой. Но, слава богу, это не комедия, надеюсь? Нет, 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 ты что? Это прям триллер. Это триллер, боже, неужели у нас развиваются другие жанры? Ура, ура. Но, видишь, тут показывают, если не ошибаюсь, если что, подправь меня, тут развивают именно историю, когда родители заставляют, типа, живи, надо терпеть, что на самом деле происходит и что происходит с родителями, что происходит с девушкой. Об этом же, да, там история. О том, как она приходит в новую семью и как она чувствует предательство от своей бывшей семьи, получается, которая таким образом отдала ее из-за таких традиций. А, вот давайте без спойлеров. Нет, ну этого, я думаю, это еще не спойлеров. А то они рекорд свой не побьют. Нет, на самом деле, это очень круто, что сейчас снимают очень актуальное время, хотя у нас оно было всегда актуально для таких фильмов. Здорово, что это снимается уже в таких масштабах и так хорошо снимается, что люди говорят. И оказывается, народ смотрит не только комедии, да, слава богу? Да, если снимать хорошо, вот, можно и не только на комедии. Здорово, Анеля, спасибо. И еще одна очень полезная информация, обязательно сходим. Супер информация. Какая еще новость? Так, сейчас нужно посмотреть видео. Ага. Хорошо, давайте смотрим. Получается, в приложении для навигации 2GIS, DoubleGIS или 2GIS, здесь меня расходится, появилась новая функция с озвучкой от участников творческого объединения Ирины Каратовны. Знакомые голоса в своей шуточной манере объявляют направление движения. Кстати, вы водите машину? Да, водим, вот я именно этим приложением и пользуюсь. А, да? Да, круто, на самом деле, тем более я понимаю казахский язык, а свой юморок такой, нашего менталитета, ну, всегда же хочется, ну, немножечко настроения добавить. Конечно. Потому что через 2 метра поверните направо. Ну, и как бы... Да, очень раздражает дико. Да, ну, как бы спасибо, что есть такое. Протокольное. Протокольное, да, вот есть такое. А тут вот такое вот в своей казахском манере. Ай, это классно. Супер. Сээля. Да, шикарно, я скачаю. А, я скачаю прямо сейчас, голос уже можно, да, добавить? Да, там есть, можно добавить в тугис, в настройках или на каратах. Сейчас я проверю, крутяк, молодцы, ребята, молодцы. Классно, что я казахский добавляю. Что еще интересненького? Класс. Кстати, у вас были интересные истории во время родов? Если я сейчас начну рассказывать, это будет надолго, и я заберу все твое эфирное время. Скажу коротко, были. Были, да. Тогда вам может понравиться следующая история, ведь проводница приняла роды прямо в поезде. Позавчера в вагоне поезда номер 33 с общением Алматы-Актобе начались роды у одной из пассажирок. Схватки начались прямо по пути и со станции Торрес. Машинисты, конечно, об этом объявили. Оповестили и вызвали скорую помощь на следующую станцию Жем. Но малышка не стала дожидаться скорой медицинской помощи, поэтому благодаря помощи одной из проводниц, Галле Кабдрахамановой, она появилась на свет. Маленькую Маляку, а также маму встретили потом в карете скорой помощи. Вау, ну это просто потрясающе. Мы поздравляем маму с рождением Маляки. Вот, смотрите, как здорово сняли. Ура, ура, благодаря вам. Весь вагон радовался. Я представляю, как ликовали там все в поезде. Ну, я даже не могу представить, как страшно было самой маме роженицы в поезде, когда ты понимаешь, что нету рядом, ну, профессиональных людей, которые могут... Но, слава богу, все хорошо. Анель, а ты не знаешь, у нее теперь бесплатный проезд? Вот раньше такое было. А, да, да, я в самолете, к сожалению. Да, в самолете или в поезде можно бесплатно всю жизнь ездить. Именно поэтому в самолет не пускают уже на последних неделях. Беременности, да. Рождение жадное, боже мой. Да не, просто это же тот же... Риск, риск, конечно. Да, риск безопасности дела. Анеля, классно, и про серьезные новости поговорили, и про веселые такие, вдохновляющие рожать в поезде. А может, у тебя еще что-то есть? К сожалению, нет, но, кстати, это не первый случай рождения в поезде. Таких случаев у КТЖ было около 11. Да, я вот тоже читала новости. О, у тебя такая статистика, молодец, спасибо за информацию. Да, но все равно... 11. Если у вас уже 36-я, 37-я, 38-я неделя, ну, может, все-таки стоит не ездить, да, никуда? Согласна. Да, вот, ну, поберегите мамочки себя. Думайте о своих действиях, о будущем. Вот эта история хорошо, что она так хорошо закончилась, да, мы очень рады. И поздравляем Малику с рождением, да. Но все-таки хочется подсказать всем женщинам, ну, сидите вы дома, да, рядышком с больницей своей, да, со своим акушером-гинекологом. Анеля, тебе спасибо большое. Мы, на самом деле, с тобой встречаемся вот так вот впервые, да, ты тоже? Да, нет, 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 я с ней встречалась уже, да. Анеля, с тобой приятно вести беседу, и ты очень классные новости, классно преподносишь, да, классно вести. Спасибо тебе. Ну, мы увидимся, думаю, еще на этой неделе обязательно с тобой. В общем, ждем еще новостей. Ждем, хорошего тебе дня и хороших новостей, которые ты нам будешь рассказывать. И весеннего тебе настроения, хоть сейчас зима, да. Уже весеннего, да, Ашка торопится. Друзья мои, ну, торопится и наша реклама. Давайте ее посмотрим и продолжим. Давайте. Договорились с этим. Да, да, да. В общем, мы ждем ваши звонки. Если вдруг, если вдруг вы не расслышите... А, ну, еще раз я скажу, здесь, короче, билет на балет на две персоны. Уже 16 января вы можете попасть на шикарный спектакль «Снежная королева». Можно с детками, можно с супругом, с супругой, неважно, с подругой. Для того, чтобы получить вот этот вот билет на две персоны, нужно ответить на вопрос сегодняшнего дня. Слушаем вас, Ашка. Да, 10 января 2011 года произошло одно событие, которое... Знаковое. Знаковое для всех почитателей и знатоков классического, старого казахского кинематографа. Друзья мои, осталось совсем немного времени. Дозванивайтесь, чтобы попасть на этот чудесноток. Номер, номер, да, нужно? Номер. 275-01-02. Прямо сейчас вы увидите у себя на экранах. Вот, ждем ваших звонков. Очень хочется поделиться с вами вот таким вот подарочком. Ну, а мы продолжаем. Успели, надеюсь, записать, да, номер? Итак, на этой неделе началась очередная учебная четверть в школах. Но, к сожалению, не все ученики рады этому событию. И все потому, что они считают, что школа – это скучно. Конечно, многие психологи заметили, что современные дети эмоционально не готовы к обучению. И этому способствует множество факторов. Например, некоторые родители используют технологии в качестве бесплатной няни. Только расплачиваться все-таки приходится нервной системой и вниманием ребенка. По сравнению с виртуальной, наша реальность им кажется скучной. После яркой графики, спецэффектов, очень трудно обрабатывать скучную информацию на уроке. В итоге дети не приспособлены к учебе. Кроме того, технологии эмоционально разъединяют нас. А для развития ребенка крайне важна эмоциональная доступность родителей. И порой приходится в прямом смысле вытягивать ответ на вопрос «Как дела в школе?». И давайте сейчас узнаем, как разговаривать ребенка, чтобы не получать стандартный ответ. Нормально. Давайте посмотрим. Дети не всегда рассказывают о школьной жизни в подробностях. Чтобы узнать как можно больше, придется проявить фантазию. Если бы ты вдруг стал невидимым, что бы ты сделал для своей школы? Или же, допустим, если бы ты умел читать мысли, какого бы учителя тебе было бы интересно прочитать мысли? Или какие мысли своего одноклассника? И задавая такие вопросы, вы бы узнавали, о чем думает ваш ребенок, что его волнует, не произнося, что у тебя было сегодня интересно, что у тебя было сегодня в школе. А так хочется услышать интересные подробности, чтобы понять, как ребенку живется в стенах школы. Поэтому не закрывайте сразу тему и беседуйте. Если мы спрашиваем, как у тебя дело, он говорит, нормально, может вообще не надо говорить. Нет, говорить надо и обязательно надо говорить. Потому что школа – это ситуация успеха. Так же, как детский сад для дошкольника, так же, как работа для взрослого. Если мы не будем говорить с ребенком о школе, то он будет чувствовать то, что родители им не интересуются, он безразличен своим родителям. Психологи отмечают, что с детьми нужно разговаривать как со сформировавшейся личностью, а не как с ребенком. Родители многие спрашивают у меня, ну вот он не рассказывает. А я говорю, а вы знаете, почему он не рассказывает? Вы приходите домой, садитесь кушать. Вы говорите о своих проблемах, то, что у вас было хорошего на работе, а может что-то плохое было на работе. Вы обсуждаете свои проблемы? Если же вы в семье не обсуждаете, если у вас в семье не интересуются проблемами друг другу, конечно, и ребенок не будет вам рассказывать свои проблемы в школе. А что касается деток помладше, то и тут нужен свой подход. Младшим школьникам надо задавать такие вопросы. Так, у вас сегодня был урок математики, что у вас было интересного? Он вам расскажет, что было на уроке математики. А что на перемене было интересного? Он вам расскажет, что было на перемене интересного. А так, в общем, младший школьник вам не сможет сразу же сказать. Вот. И для этого, конечно, родители должны знать расписание хотя бы своего ребенка. А если вы хотите поменять что-то в ребенке, то начните с себя. Дети, как правило, копируют старших, поэтому станьте для него хорошим примером. Даша, у тебя Мия в этом году пойдет в школу? Сейчас, у меня получилось. Ай, я так это раньше делала всегда. Это классно, серьезно. Просто я думаю, зачем я в весеннее настроение-то ухожу, когда еще нужно сураковать Новый год? Конечно. Зачем морозы будут. Да, я просто сейчас за подушечкой тут нашла вот этот вот прекрасный шарик. Надо было с самого начала эфира сидеть, как сумасшедшая. Да, я вообще про дочку у нее спросила, ну, так, она проигнорировала. Нет, 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 дочка идет. Шарик куда-нибудь? Идет в школу? Идет, в этом. Вот она, думаю, ты послушала сюжет, как разговаривать ребенка? Послушала. Ну, я стараюсь эмоциональную связь с ней в принципе не терять. По-моему, у вас хорошая связь. Да. Она тебе не отвечает, только нормально? Нет, мы с ней очень часто разговариваем, общаемся. Хоть она и много смотрит мультики, но мне нравится с ней общаться. Она классная. Она моя дочь, она вот, она вот, она столько всего со мной пережила. Она действительно очень открытая и очень хорошо говорит, рассказывает. Но это, знаешь, это не благодаря мне. Она сама такая родилась, сама открытая. Ну, ладно. Вопреки всему, короче. Они все такие рождаются. Нужно заниматься детьми, друзья мои. Ну, да, тоже верно. Да, и вот для этого сходите со своим ребенком вот на прекрасный спектакль «Снежная королева». Это же так здорово побыть с ребенком и посмотреть чудесный балет. Друзья мои, 16 декабря. Января, января. Я тоже в декабре еще. 16 января в театре имени Лермонтова на две персоны. Дозвоните, дозвонивте. Осталось совсем несколько минут. Да, номер 275-0102. Не знаете ответ, все равно прямо сейчас звоните. Смотрите, в 2011 году, 10 января, что произошло в мире казахского кинематографа. Срочно звоните, пока уходим на небольшую рекламу, чтобы у вас была возможность дозвониться. Реклама на телеканале Алматы. Ой, дорогие друзья, очень много, не скрою, поступало нам звонков, но все ответы были неверные. Даже с нашими подсказками, да? Ну, постарайтесь, мы завтра продолжим розыгрыш. Кому-то достанется все-таки этот замечательный билет на замечательный балет. Да. И возвращаясь вообще к сегодняшнему дню, к моей заряженности. Знаете, сегодня я бы хотела сделать карту желаний. Мне кажется, сегодня это идеальный день. Надо, конечно, тоже еще по звездам посмотреть, но я чувствую, у меня чуйка обычно не подводит. Если вы не успели сделать карту желаний перед Новым годом, не успели там написать свои планы, мечты, желания, я думаю, вот прям чувствуется, что сегодня тот самый день, хоть это не понедельник, да, вот про карту желаний, знаешь, я тебе тоже советую ее сделать, это реально работает. Я сейчас не рекламирую никого и ничего, никакие там карты желаний, это реально работает. Короче, за год, за полгода до того, как я встретила своего супруга, и за год до того, как я забеременела, я четко, я прям... Сформулировала желания. Помимо формулировки, кстати, формулировки в карте желаний должны быть, например, не я хочу, чтобы я была здоровой, а я здоровая, я счастливая, я богатая, я там любимая, я любящая и так далее. Все вот в настоящем времени. И обязательно нам, девочкам, тем более это важно, обязательно найдите в интернете картинки, которые совпадают с вашими желаниями. Например, если вы хотите ребенка-мальчика, найдите вот прямо чаровашу мальчика, такого, которого бы вы хотели себе. У меня мужчину, вот прям визуально, вот как я наклеила на карту желаний, визуально такой же сбылся. Мальчика, собственно, я хотела, он сбылся. Машина! Машина, она сбылась! Вот один в один, я там хотела вот беленькую такую вот, которую я хотела, та же самая марка, идентично сбылась. То есть все события, происходящие в вашей жизни, будут как-то вот помогать вам прийти к тому, что вы хотите. И, соответственно, вы будете думать об этом, вы будете понимать, чего вы конкретно хотите. Да, тем более, что среда, сегодня мы говорили, что это какой-то очень важный день творческий. Он волшебный, да. Волшебный день. Ну вот, друзья, и наш эфир подошел к концу. Делайте карту желания. И самое главное, смотрите нас с 8 до 10 на телеканале Алматы в прямом эфире в ваша Танго Студия. Да. Увидимся. Отличного дня! Субтитры сделал DimaTorzok